Национальный университет Одесской юридической академии – это действительно уникальное учебное заведение. Почему оно уникальное? Потому что оно сочетает в себе как традиции, так и инновации. О чем идет речь? Во-первых, у нас самый сильный профессорско-преподавательский состав, потому что мы являемся преемниками 170-летней Одесской школы права, и лучшая профессура, лучшие доктора, кандидаты наук, конечно, сосредоточены у нас. Более того, у нас действует пять советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, соответственно, мы готовим своих докторов и кандидатов наук, то есть нам не нужны какие-то пришлые, конечно, лучших из лучших мы привлекаем, но тем не менее, что у нас построена система обучения и образования так, что зайдя в стены нашего университета, поступив в юридический колледж, либо училище, вы можете продолжить учебу в университете, затем поступить в аспирантуру, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию, то есть выставить полноценную, такую серьезную карьеру даже в рамках нашего университета. Более того, что хочется сказать еще, что самые новейшие технологии, которые только существуют в образовании, они уже внедрены в нашем университете. И поэтому Национальный университет Одессской юридической академии, он предлагает уже сегодня те будущие технологии, которые, возможно, не будут даже вам предоставлены во многих, не только отечественных, но и зарубежных вузов уже завтра. Поэтому сегодня мы реализуем эти проекты, у нас действует Центр кибербезопасности и цифровых технологий, у нас действует IT-центр, у нас работает компьютерный дом, работает лаборатория IT-технологий. То есть огромное количество IT-технологий, огромное количество цифровых технологий внедряется в учебный процесс, более того, оно внедряется нашими студентами и преподавателями. То есть, конечно, мы закупаем какие-то те или иные программные продукты, но имеем возможность сегодня уже их внедрять в учебный процесс, разрабатывая и получая свои авторские права по тем или иным технологиям. Это очень важно, почему? Потому что сегодня мы должны понимать, что не только информационные технологии, но и образовательные технологии, они развиваются. Для того, чтобы студент сегодня, наш студент, был востребован работодателем, он должен максимально пройти систему обучения и быть уже сегодня высококлассным специалистом, еще обучаясь в стенах университета. Поэтому у нас работает эта система, то есть у нас действуют и индивидуальные графики, у нас есть возможность полнейшего трудоустройства. Мы, наверное, один из немногих вузов, который взял на себя обязательства, хотя по законам о высшем образовании сегодня вузы не имеют этих обязанностей, но мы 100% трудоустраиваем наших студентов. И многие наши студенты, обучаясь еще на бакалаврате, даже не поступив в магистратуру, уже обеспечены рабочими местами. Многие, кто учатся в магистратуре, также обеспечены рабочими местами, еще не выйдя из стен нашего университета. Окончив наш университет, вы будете 100% трудоустроены. Почему? Потому что у нас проходят нервники вакансий на протяжении всего времени. Вы получаете стажировки и практики в тех или иных организациях и органах. Вы имеете возможность спокойно поехать за границу, получить двойное образование, двойной диплом, получить стажировку в том или ином зарубежном вузе, в той или иной организации за рубежом. У нас заключено огромное количество договоров с различными организациями, национальной полицией, генеральной прокуратурой, государственными бюро расследований и многими-многими другими структурами, которые заинтересованы в том, чтобы наши студенты работали сегодня у нас. Конечно, это и адвокатские, и нотариальные конторы, и много-многое другое. То есть, есть самый главный тезис, что мы, во-первых, сочетаем в себе традиции и инновации, мы 100% туда устраиваем наших студентов, но и самое главное, мы, наверное, самый романтический вуз и самый лучший город на земле. Почему? Потому что, обучаясь в стенах национального университета Одесской юридической академии, вы, во-первых, находитесь в культурной, образовательной, спортивной столице нашей страны, городе Одессе, но и самое главное, вы можете учиться и жить прямо возле моря, что тоже немаловажно. И влияет и на психологическое, и, конечно же, на моральный облик, и, конечно же, и на ваше просто, знаете, внутреннее состояние, состояние радости. И, соответственно, вы, конечно, можете получать то количество необходимого заряда бодрости, энергии, который вам необходим для того, чтобы стать высококлассным специалистом. Ну, это такое небольшое лирическое отступление. Что касается, я думаю, что, может, перейдем потихонечку к вопросам, которые интересовали наших абитуриентов. Первый блок вопросов, какие у вас есть факультеты, какие предметы в НО нужно сдавать, чтобы поступить на них. Ну, хочется отметить, что наш университет, он является, знаете, таким, наверное, одним из немногих университетов, а может, даже единственным университетом в нашей стране, который имеет огромное количество структурных подразделений, как в городе Одессе, так и за ее пределами. Ну, начнем, давайте, с тех, которые находятся в городе Одессе. Это факультет гражданской хозяйственной юстиции, факультет прокуратуры и следствия, уголовной юстиции, судебно-административный факультет, социально-правовой факультет, факультет международно-правовых отношений, факультет адвокатуры, факультет психологии, политологии и социологии, факультет журналистики, факультет кибербезопасности информационных технологий, Центр заочного и дистанционного обучения, Центр подготовки магистров публичной службы и профессиональных судей, и юридический колледж. Также мы имеем два училища, обособленное структурное подразделение Объединенное высшее профессионально-техническое училище сферы и услуг и училище номер 3, Морское училище Национального университета Одесской юридической академии. Что касается структурных подразделений вне города Одессы, то это Киевский институт интеллектуальной собственности и права, он один из крупнейших, единственный в стране такой, который готовит специалистов именно этого профиля. Это Ивано-Франковский юридический институт, это Николаевский институт права, Черновицкий юридический институт, Криворожский факультет, Черкасский факультет. Более того, хочу отметить, что во многих структурных подразделениях вне города Одессы у нас также есть колледжи. Это и в Ивано-Франковске, в Киеве, в Кривом Роге, Николаеве и Черновцах. В чем уникальность, я дальше буду об этом говорить, ну так, небольшая ремарка, в чем уникальность колледжей, то, что вы фактически можете поступить в наш университет, не сдавая внешнее независимое оценивание. Также хочу подчеркнуть, что наши студенты, они, знаете, уже с первого курса имеют возможность обучаться на различных языках. Это и, ну понятно, украинский, русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. Но для того, чтобы быть высококлассными специалистами, они могут не просто получать дополнительные лекции, а сегодня у нас на базе факультета гражданских и хозяйственных юстиций аккредитована специальность филология. То есть вы, получая образование юриста, политолога, социолога, журналиста, можете параллельно получить образование филолога, лингвиста-переводчика, соответственно, иметь несколько дипломов и быть не только высококлассным, например, юристом, но и разбираться, например, в английском языке. То, что вам для будущего, я уверен, для будущей профессии, для вашей карьеры, ну, безусловно, будет очень важно. Почему? Потому что, имея двойной диплом, а еще и обладая знаниями иностранных языков, вы будете востребованы на любом рынке труда в любой стране, я уверен в этом. Следующий вопрос. Для поступления на специальности, какие нужно сдавать предметы? Ну, тоже разделим их на блоки. Первое. На специальности право, международное право, филология, политология, социология, журналистика и менеджмент вам нужно иметь сертификат ЗНО по украинскому языку и истории обязательно и на выбор математика, география или иностранный язык. Если же вы хотите поступить на специальность психологии, то вам обязательно нужно иметь украинский язык и математику, а на выбор вы можете иметь биологию, историю Украины и иностранный язык. Если же вы хотите поступить на такие специальности, которые тоже есть в нашем университете, как инженерия программного обеспечения, кибербезопасность и компьютерные науки, обязательно вы должны иметь сертификат по украинскому языку и математике и на выбор физика, история Украины, география либо иностранный язык. Мы расширили в этом году перечень специальностей, перечень сертификатов для того, чтобы вы имели широкий спектр возможностей для поступления в наш университет. Как раз и к этому спектру возможностей относятся и поступления на базе девятых классов. Ну, собственно, вопрос так и звучит. Возможно ли поступление после девятого класса? Конечно, возможно для этого наш президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов еще несколько десятилетий назад был инициатором и одним из проводников колледжной системы образования. Почему? Потому что, как он всегда говорил, что ранняя профессиональная ориентация, она безусловно способствует скорейшему развитию студента как будущего специалиста. Не только в сфере юриспруденции, а многих других специальностей, которые существуют в нашем университете. Но, что является уникальным, вы можете поступить в наш университет не только на базе девяти классов, но и на базе одиннадцати классов. То есть, если вы поступаете на базе девяти классов, то вы учитесь три года и поступаете на третий курс уже непосредственно на Национальный университет Одесской юридической академии. Если вы поступаете на базе одиннадцати классов, вы поступаете тоже на третий курс, но учитесь два года. И, фактически, вы сдаете только вступительные экзамены. Вступительные экзамены у нас это украинский язык диктант и тестирование по праву, это по билетам, это устная сдача экзаменов. И вы понимаете, для чего эта возможность сегодня дана? Для того, чтобы если вы не сдавали ЗНО или вдруг вы сдали его неудачно, вы спокойно приходите к нам, сдаете вступительные экзамены, поступаете в колледж, потом вы идете на третий курс университета и фактически вы ничего не теряете. И это тот коридор возможностей на сегодня для многих, почему? Потому что по статистике достаточно большое количество, к сожалению, издает внешне независимое оценивание, но это сегодня является возможностью вашей получать высшее образование, несмотря на те препоны, которые сегодня существуют. Более того, конечно же, что касаемо дат, вот был вопрос, когда будут экзамены. Но сегодня, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса, все даты они смещены, дополнительно мы будем сообщать об этом на всех наших официальных социальных сетях, на сайте, следите за информацией. Как только у нас будет она уже более точная, мы сразу ее разместим, сразу доведем ее до вашего сведения через средства массовой информации. Я думаю, что в скором времени будет известно. Более того, мы рассматриваем такую возможность, чтобы вы имели возможность поступать в электронном формате, в формате онлайн. Мы продумаем систему идентификации, аутентификации и думаю, что, возможно, вам даже не надо будет приезжать сюда, а вы будете сдавать в таком, ну, дистанционном режиме. Еще важный момент, о котором тоже сейчас мы расскажем, я еще раз подчеркну про работу консультационного центра онлайн, то есть помимо того, что вы можете сдавать экзамены, вы сможете не только для юридического колледжа, а вообще для нашего университета спокойно в дистанционном электронном режиме подавать свои документы, а все остальное мы уже сделаем для вас. Потому что сегодня система регистрации, система подачи документов, она очень сложная, и для того, чтобы не ошибиться, а сегодня она ошибок не прощает. Если вы вдруг ошиблись, то вы не сможете исправить эти ошибки и, ну, фактически, можете быть лишены возможности поступления. У нас действуют высококлассные специалисты, которые в онлайн-режиме спокойно сделают все за вас. Вы с нами связывайтесь, а дальше, как говорится, получайте удовольствие, потому что уровень образовательных услуг, который предоставляет наш ВУЗ, он самый высокий не только в стране, но и в Европе, я уверен. Теперь на следующий блок вопросов ответит заместитель ответственного секретаря Павлова Юлия. Пожалуйста, вам слово. Всем добрый день. У нас есть уже онлайн-вопросы. Я начну с первого онлайн-вопроса, который касается крымчан, о проходном балле для крымчан. Проходной балл – это для всех специальностей 125 баллов на контракт, неограниченное количество права – 140 баллов. Также абитуриенты с Крыма, у них льготные условия поступления, они на выбор имеют право. Если у вас вдруг в ЗНО вы сдали не очень какие-то сертификаты, то вы имеете право сдать в ВУЗе вступительные экзамены. То есть на выбор вы уже определяетесь по результатам вашего ЗНО. Также поступило много вопросов на Google форму по поводу стоимости обучения в структурных подразделениях. Были разные вопросы. Это и право, и журналистика. Я кратенько пройдусь по каждому, чтобы у вас был ответ на данный вопрос. Право 081 право – это 20 570 обучения. Младший бакалавр – у нас есть специальности младшего бакалавра. Это право журналистика, психология, инженерия, программного обеспечения. Дневная форма обучения – 14 920 – это первый год обучения. Также бакалавр право. Первое право – это было младший специалист, то есть колледж, сейчас бакалавр. Бакалавр – дневная форма обучения у нас 21 700 гривен. Политология, социология, журналистика, менеджмент – дневная форма обучения – 15 050 гривен. Психология – дневная форма – 18 140 гривен. Международное право – 20 230 гривен. Инженерия, программное обеспечение, компьютерная наука и кибербезопасность – 19 450 гривен в год. Также хочу обратить внимание, что прежде всего стоит отметить, что вся необходимая информация о поступлении в Национальный университет Одесской юридической академии есть на официальных сайтах, на сайте приемной комиссии. Она постоянно проходит актуализацию, то есть если вдруг какие-то изменения, также, как сказал Валентин Андреевич, уже по датам будут известны, следите за нашими социальными сетями и официальными сайтами. Также вопрос, есть ли льготы для абитуриентов с Донецкой области. Льготные условия поступления для абитуриента, местожительством которых является временно оккупированная территория, предоставляются на базе созданных Министерством образования и науки образовательных центров – это Донбасс Украина и Крым Украина. В Национальном университете Одесской юридической академии есть центр Крым Украина. Распределяются эти центры не так, как хотят вузы, к сожалению, а Министерством образования. В Крым Украина на базе Национального университета Одесская юридическая академия продолжает функционировать. Положения по поводу этого центра есть также у нас на сайте приемной комиссии, вы можете ознакомиться. Поступающие в университет местным проживанием, которым является Крым, они поступают по отдельной государственной квоте, конечно, я только что отвечала по поводу балла, да, вступительного. Также вы можете обращаться в наш консультационный центр по номеру телефона 719-88-00. За данный руководитель образовательного центра Крым Украина является заместитель ответственного секретаря приемной комиссии, Кислицына Ирина Александровна, мобильный номер телефона, кому нужно будет, мы либо в директ напишите нам, либо в каких-то социальных сетях, чтобы для удобства связи с ней, она также будет вести, инструктировать ваше поступление. Также поступил вопрос, скажите, какие документы необходимо иметь при себе для поступления. Но для поступления необходимо иметь стандартный набор документов, который включает в себя, первое, это документы, удостоверяющие личность, либо паспорт, либо свидетельство о рождении. Если это свидетельство о рождении, то обязательно ксерокопия паспорта родителей должно быть, документы родителей. Индификационный код, документы, на основании которого осуществляется поступление, то есть либо это школьный аттестат, либо это свидетельство младшего специалиста, младшего бакалавра, смотря на какой уровень вы образовательный будете поступать. Фотографии 3х4 в количестве 6 штук, и если это мальчик, то военный билет. Также обращаем ваше внимание, что, скорее всего, поступление в этом году будет в электронной форме, для того, чтобы минимизировать контакт в связи с пандемией коронавируса. Так, переходим к следующему вопросу. Какой минимальный балл сертификатов ЗНО для поступления на контракт? В 2020 году повышается проходной балл для поступления на специальность право и международное право, это 140 баллов, остальные специальности остались без ограничения. Какой проходной балл на бюджет? Проходной балл на бюджет устанавливается Министерством образования и науки ежегодно, к каждой специальности и к каждому образовательному уровню отдельно. Но для примера могу сказать, что в 2019 году проходной балл на бюджет на право был в районе 187 баллов. То есть это достаточно высокий балл. И, конечно, те дети... Ну, у нас очень много бюджетников было в прошлом году, и те дети, у которых были высокие баллы сертификата, они все были зачислены на бюджет. Так, возможно ли оплачивать контракт частями, например, каждый месяц, либо каждые три месяца? Да, конечно, возможно. Руководство университета всегда идет навстречу своим студентам и рассматривает каждый случай индивидуально. То есть вы пишете заявление, и ректор, президент университета рассматривают эти заявления. Смогу ли я устроиться на работу после вашего университета? Да, конечно. Как сказал уже Валентин Андреевич, благодаря сотрудничеству с государственными органами разного уровня, во-первых, наши студенты проходят практику. Они со второго курса имеют возможность уже на практике применить свои знания. Некоторые студенты после второго курса идут после пар, уже практикуются и остаются помощниками прокуроров в судах, помощниками адвокатов. То есть на базе университета систематически проводятся ярмарки вакансий. То есть каждый факультет отвечает 100% за трудоустройство своих студентов. И работодатели привлекаются в качестве стейкхолдеров к нам. Они в государственных экзаменационных комиссиях заседают с нами. Они на защитах дипломов. То есть работодатель имеет возможность выбирать себе сотрудников уже со студенческой скамьи. Какие предметы необходимо сдавать на ВНО для поступления на факультет политологии? Для поступления на факультет политологии, психологии, социологии, на специальность 052 политологии необходимы следующие сертификаты ВНО. Это украинский язык, литература, история Украины и на выбор математика, иностранный язык либо география. Это вопросы, что касались моего блока. Спасибо большое, Юлия Сергеевна. Я просто смотрю, вопросы уже онлайн идут активные до сих. Я быстренько на некоторые отвечу, потом Карина скажет свой блог. Во-первых, если я буду абитуриентом, то я не в армию не возьмусь, потому что если вы будете студентом стационара, то согласно действующему законодательству вы получаете отсрочку. А если вы поступите в аспирантуру и станете кандидатом юридических наук, то тем более вам все дороги открыты, но точно не в армию, а какое-то, может быть, более престижное место, хотя армия, конечно, тоже у нас. Может, вы будете юрис-консультом в армии еще где-то. Но обучаясь в Национальном университете Одесской юридической академии, на стационаре вы в армию не попадаете. Потом, подготовительные курсы в вашем университете дают ли какие-то привилегии к поступлению и даты. Во-первых, в связи, опять же, с пандемией коронавируса у нас действуют, зайдите на официальный сайт университета, действуют подготовительные курсы онлайн, и, проходя обучение, вы получаете сертификат и плюс 50 баллов к поступлению в юридический колледж. Соответственно, конечно, это дает определенные привилегии и дает вам возможность вырасти в рейтингах и 100% поступить в наш университет. Тут вот я получил также вопрос по поводу того, чтобы стать судьей и адвокатом, нужно ли оканчивать ваш университет, магистратуру, можно ли им стать? Ну, конечно же, можно стать, потому что вы получаете высшее юридическое образование, и вы получаете бакалавра, затем по магистрской программе вы занимаетесь, получаете степень магистра, и вы абсолютно можете на любую юридическую профессию поступить, адвокат, нотариус, судья, прокурор, и в органах национальной полиции вы можете работать, и у многих-многих других. Понятно, что тот или иной орган для определенных должностей выстраивает еще свою систему конкурса, вы должны ее будете пройти, но именно с нашим дипломом вы можете поступать и работать абсолютно на любой работе юридической, не только юридической. В принципе, юридическое образование базовое, оно открывает вам двери в любую профессию, и заниматься любыми видами деятельности, как бизнесом, так и политикой, так и юриспруденцией, и многими-многими другими вещами. Многие, например, даже журналисты у нас, для того, чтобы расширить свой кругозор, получая базовое, например, журналистское образование, дополнительно получают юридическое образование. Это тоже дает им возможность, во-первых, знать свои права, во-вторых, разбираться в тонкостях тех или иных сюжетов, которые они снимают. Это тоже сегодня немаловажно. Также вопрос, ну это уже, наверное, Карина на него ответит, сразу тебе сдаю его, что предоставляем ли мы возможность проживания иногородних. Ну это в рамках уже своего блока, ты ответишь дополнительно. На каком языке проходят лекции в юридической академии? Это тоже лучше ответят, наверное, наши студенты. Ну, наверное, пока приступаю, еще посмотрю. Всем доброго дня. Хотела бы невеличку ремарку до того, что говорили Валентина Андреевич и Юлия Сергеевна про працевлаштування. Справді, ось я зараз научаюсь на магистратуре, и я уже працевлаштована в нашем університете в одном из отделов, так, и практически все мои одногруппники, однокурсники уже працюють в разных структурах, связанных, конечно же, сферой юриспруденции и других специальностей, которые у нас есть в нашем університете. Так, что до питания, которые нам задавали, я начну. Чи є какие-то пильги студентам здалеку? Это была одна особа, задавала вопрос, и на деколька пунктах. Чи є какие-то пильги студентам здалеку? Які посади можно обнимать после выпуска САВ? Сколько в середньому пар в день? Навчание в першу змину? Коли закінчуется навчание? Чи есть сенс вступать сам в Одессу? Можливо, киевская филея така же самая. Щодо первого вопроса, с приводом пильг студентам здалеку? Звичайно ж, воно є. Перш за все, при вступі ви зможете скористатися так званим сільським коефіцієнтом, тобто конкурсний бал, середньо арифметичний, між трьома сертифікатами ЗНО та балом атестату. Тобто множиться на 1,2, це приблизно 2% для осіб, зареєстрованих у селах та тих, які здобули повну загальну середнюю освіту у закладах освіти, що знаходиться на території сіл у рік вступу саме. І, до речі, хочу сказати, що я, наприклад, також здалеку, і, звичайно ж, університет забезпечує студентів, так як було вже питання в нас також щодо проживання у гуртожитках, так, звичайно, всі і нагородні студенти отримують проживання в наших студентських гуртожитках, яких в нас є 9 гуртожитків, всі з комфортабельними умовами. І трішки далі я ще теж розповім саме про проживання в наших гуртожитках і умови. Наступне запитання було щодо, які посади можна обіймати після випуску САП. Ну, я вам так скажу, що після закінчення як і судово-адміністративного факультету, так і всіх інших факультетів наших, ми отримуємо студенти, так, отримуємо диплом про вищу освіту за спеціальністю, там, 0,81 право. І маємо змогу працювати в будь-якій спеціальності, пов'язаній з юридичною сферою. Тобто, ми отримуємо диплом юриста і можемо працювати в будь-якій сфері, саме пов'язаній з юриспроденцією. Наступне питання, навчання в університеті здійснюється в яку зміну? В нашому університеті навчання проходить в одну зміну, так. Практикувалося також, що другий і п'ятий курс там навчалися в другу зміну, також є свої плюси і в цьому. Зазвичай в нас по 3-4 пари в день, так, це і лекції, і потім уже практичні заняття. І, звичайно, ще є сенс вступати саме в Одесу, можливо, київська філія така ж сама. Наш університет, Національна сфері, Одеська радична академія, має таку досить розгалужену систему, можна так сказати, філій, так. Тобто в нас є декілька структурних підрозділів, як вже раніше озвучував Валентин Андрійович. І ми можемо отримувати вищу освіту не тільки як в нашій, так і в Одесі, так і в інших структурних підрозділах. Але якщо ти поступив, наприклад, в Одесу, так, ти в будь-який час маєш можливість перевестись там в київський структурний підрозділ чи в інший. Ти хочеш, навпаки, навчаєшся там, наприклад, в Кривому Розі і хочеш до нас в Одесу, ти маєш повне право і можливість поступити, саме перевестися вже на структурний підрозділ. І, звичайно ж, в рамках такої новоствореного проєкту «Академічна мобільність», яка діє, цей проєкт діє в нашому університеті, ми, студенти, маємо можливість, навчаємось, наприклад, розкажу з свого прикладу, я навчаюся в нас в Одесі, в нашому основному, і ми, зазвичай, часто їздимо в інші структурні підрозділи на навчання, там на якийсь певний термін, ми там так само слухаємо лекції, відповідаємо на семінарах, займаємося. Окрім цього, і дозвілля в нас, там також культурний якийсь розвиток, так, і таким чином йде обмін студентами між структурними підрозділами. Так в нас діє цей проєкт. В рамках цього проєкту, звичайно ж, в нас діють різні міжнародні програми, тобто студенти, які навчаються в нашому університеті, також мають можливість відвідати інші країни, так, це, от, і Польща, це Швейцарія, Австрія, Чехія, Франція, так, Венгрія. От, буквально недавно наші студенти відвідували ОБСЄ, так, ООН, Віденський університет, також їздили по науковим міжнародним програмам в Чеський університет, там Масарика, наприклад, чи Єголонський університет, Цюрський університет, Віденський університет, як я вже сказала. І це все в рамках цього такого проєкту «Академічна мобільність», який в нас завжди, чим далі він розвивається і взагалі, як все в нас розвивається в нашому університеті. Так, наступне питання від третьої особи. Я людина з інвалідністю та в пошуках дистанційного навчання. У мене є вища освіта інженерного напряму, як я можу дізнатися умови вступу та навчання. Що стосується інвалідності, то я скажу, що в нашому університеті є всі можливості для того, аби особи з певними групами, вони мають можливість навчатися в нашому університеті. Це, наприклад, інвалідів. У нас досить багато, до речі, студентів-інвалідів, мої друзі також є. Так, що є умови. В першу чергу, це елементарне, наприклад, пандус. В кожному нашому корпусі навчальному та в гуртожтках є пандуси. Так, у нас є в кожному навчальному корпусі ліфти, які також допомагають, полегшують. Звичайно ж, у нас є різна матеріальна допомога, наприклад, особам, які цього потребують. Це не тільки особи, які з інвалідністю, але там, наприклад, діти, сироти і так далі. Так, ще хочу сказати, що в нашому університеті функціонує центр заочного та дистанційного навчання, так, в якому ви можете здобути, як в питанні питання звучало, можна здобути другу вищу освіту. Так, це наш центр заочного та дистанційного навчання. Тут огромное просто количество вопросов, будемо старатися на них на всі відповідати. Якщо у вас будуть дополнительні вопросы, обращайтесь по телефону 819-88-00 в консультційний центр онлайн, либо пишіть на соціальних сетях і на сайті, на все вопросы ви получите свої відповіді. І вот, ми говорили об цьому, але багато разу дають, якщо не хватає проходного балла за нього, к вам можна поступити? Сергій Кивалов на открытых дверях говорив, що можна, це правда. Ну, во-первых, все, що говорить Сергій Кивалов, президент нашого университету, це правда. Почему? Потому що він понимає всю відповідальність тех слов, які він говорить. І він є не тільки ученим, да, з огромним стажем, але й політиком з большой букви, і почетним гординам города Одеси, Одесской області. Тому ми, ну, не тільки образователі, але й соціальні проєкти, які ми реалізуємо, це все правда. Тому, конечно, якщо президент университету сказав, що ми вас примем, ми примем. Ще раз повторюсь, на базі юридичного коледжа ви можете поступити, либо после окончання 9 класа, либо после окончання 11 класа. Якщо ви не здадите ЗНО, якщо у вас не буде достаточного балла проходного по ЗНО, ви спокойно приходите к нам, здаєте два вступительних екзамена, поступаєте к нам в коледж, закінчите, якщо це 9 клас, то ви 3 роки учитесь, 11 клас, 2 роки учитесь, і поступаєте на третій курс нашого университету. Фактично, ну, спокійно получаєте высше образование, навіть якщо, не дай Бог, ви споткнулись і що-то не дополучили. Там, ну, вопрос задавали... Какі именно сертификати ЗНО, не сертификати, а вступительные екзамены, які здається непосредственно в университеті? Вступительные екзамены для крымчан, це я так понимаю, вопрос, тому що тут молодой чоловік спрашивав, вступительные для крымчан такие же, як і сертификати ЗНО, то есть по которому ви здавали, только единственное, що український язык в формі диктанта. В общем, в сложності, ви поступаєте в университет на базі сертификатов ЗНО. Вступительный екзамен у вас є только в коледжі, то есть у вас нет, ви пришли с сертификатами, вам не надо никакие другие дополнительные екзамены сдавать. Екзамены вы здаєте, если у вас нет сертификатов ЗНО, і якщо ви поступаєте в коледж. Ну, то есть, це для этого сделано. Якщо у факультету адвокатурі общежития, я хочу поступити на політолога, якщо є общежития. Тому що Карина Ославовна сказала, у нас є общежития, у нас около 10 общежитий в Национальному университеті Одесської юридичної академії. Более того, у нас не просто общежития, це комфортабельне общежития, які сегодня, ну, наверное, є одним із лучших в Україні. І помимо того, що там є соответствуючі ремонти, все соответствуючі условия, буквально год назад в нашому университеті внедрена программа «Зелений университет». Це були поставлені сільничні коллектора, для того, щоб студенти могли мати горячу воду круглий год, отоплення вовремя, і щоб все необхідні комфортні условия були у вас, несмотря даже на те отключения, які у нас происходять, і так далі. І ця программа вже заінтересувала Европейський Союз, приїжджали специалисты, і мэра города Одеси. Почему? Тому що цю программу сьогодні хотят внедрити і в школах, і в детських садиках, і так далі. Тому що це економить, безусловно, огромні средства для университета, в плані коммунальних услуг, але і обеспечує наших студентів всем необхідним, найголовніше, горячей водою і теплом. Более того, за кожним факультетом закреплено своє общежитет. Тобто не буде такого, що кому-то не хватит міста. Скажіть, будь ласка, на якому факультеті в 2019 був наибільший набор? Ну, у нас все факультеты набирають прилично, в тому году, по-моему, граждансько-хозяйственні юстиції, но, в принципі, у нас, слава Богу, с наборами, у нас в тому году був лучший набор в Україні, середі профільних пузов, так точно. Куди я можу піти после закінчання факультета международно-правових отношеньків? І факультета журналистики, і факультета политології, соціології. Ну, ми вже об цьому сказали. Получив диплом Национального университету Одесської юридичної академії, ви будете востребованы везде. Якщо ви політолог, ви можете работать і в стенах Верховной Рады, в огромних проектах политических, да, в различних политических партиях, ну, і реализовуватися просто як політолог-консультант, і много-много другое. Точно так же. У нас, більше того, вам скажу, у нас на базі нашего университета создана лабораторія соціологічних і политічних исследований і действують около пяти соціологічних, крупніших соціологічних організаций вій страні, куди ви тут же можете бути трудоустроені, роботати, і ще, получаючи образування, ви вже будете трудоустроені. Що касається международно-правових отношеньків, це, конечно, і дипломатічна служба, але це і юриспруденція, це і, як і любой другой факультет, ви закінчев, ви можете, я вже об цьому говорив, трудоустроються в любі органі, 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 як державні, так і силові структурі, суды, візде, візде, візде. Тобто наш диплом, це, знаєте, як це, диплом Национального университету Одесської кереджічної академії, це сертифікат качества. Тобто, обладає цим дипломом, ви вже 100% трудоустроені. Можете даже в цьому не сомневаться, поступаючи в наш университет. А я думаю, що у вас сомнений поступлений в наш университет нет. Також актуальний вопрос, де можна знайти типове задання по вступительним предметам для абитуриентов з Крыма, ведь нет возможностей приобретений, если в електронному виде, наскільки тяжело сдавать вступительные екзамены. Вступительные екзамены, ну я думаю, що ви в школах здаєте вступительные екзамены, страшного, ничего нет, здесь просто, наверное, какой-то барьер психологический, но я вас уверяю, що наші преподавателі висококлассні специалісти, які качественно примуть у вас екзамены, ви даже не почувствуєте того, що ви здали екзамен. А есть ли можнасть онлайн йти? Да, у нас на сайте приємной комісії є программа вступительних екзамен, там даже є система оценивання, т.е. ви можете ознакомитися, прочитати цей сайт приємной комісії, ви можете перейти з офіціального сайта на нього. Також є вопрос, ну це не тільки Крыма касається, а й всіх вступительних екзаменів, які є по коледжу, т.е. ви можете ознакомитися на нашому сайте. Ну вот, є вопрос, хочу поступити на факультет політології, є ли у вас практика в Верховній Раді? Кирина Вуслановна об этом говорила, у нас є і практика, і стажировка в Верховній Раді. Ну, може, два слова скажи, як ви їздили якраз там. У нас також в університеті діють такі культурно-освітні, професійно-наукові візити в різні структури, державні органи влади, не тільки саме по Україні також. Окрім Верховної Ради також, це Верховний суд, Міністерство юстиції, Міністерство освіти, Національна поліція, до речі, у нас з багатьма такими високими структурами влади заключені договори, що саме і затверджує те, що наші студенти після закінчення університету мають стопроцентне працевлаштування, і просто стажування, хтось просто практикування, і далі. Звичайно, що в Одесі ми також проходять різні екскурсії, і також візити, це і головне територіальне управління юстиції, і податкова служба, також державна архітектурна будівельна контролю управління Одеської міської ради, і так далі. Тобто, у нас заключені договори з усіми крупнішими предприятиями, учрежденнями, організаціями, силовими структурами по прохожденню стажування, практики. Вам для цього нічого не треба робити, просто учиться в нашому університеті. А от по Криму, Україна, опять же... Я допомню, да. То есть, вопрос. То есть, если абитуриент з Крима поступає в НОЮА по программе Крим-Украина і здає вступительні екзамены, він поступає в коллідж, а не університет? Нет. Студенты по программе Крим-Украина поступають в університет. Только у цих студентов есть право выбора. Ви здаєте либо вступительні екзамены, либо по сертифікатам ЗНО. Ви поступаєте в університет на перший курс, не в коллідж. Уточняю. Есть ли в колліджі заочне обучення? В нашому колліджі. В університеті всегда є бюджет, тому що ми один із ведущих вузів. Але більше подробно ми можемо відповідати, коли буде заказ міністерства, коли будуть більш точні данні. Саме головне, коли буде проходной бал на бюджет. Почему? Тому що в тому році він був 187, в цьому році ми ще не знаємо. Тому ми ждемо інформацію, але бюджет, конечно, буде. Тут, конечно, багато буде зависити непосередньо від вас, на якому рівні ви зайдетеся ЗНО. Але, ви знаєте, у нас настільки гибкая система і скидок, і розрочок, і любого другого. Дуже, якщо ви поступили в наш університет на контракт, то я думаю, що вам будуть передоставлені всі можливості для того, щоб ви не почувствували це сильно, а для того, щоб ви не заморачивались в тому, де знайти деньги, а думали о том, як получить качественне образування. Також в питання, які сертифікати ЗНО потрібні для поступлення в 2021 році в зв'язку з обязательним ВНО по математике. Але, во-первых, обязательне ЗНО по математике, це обязательно для здачі і получення свидетельства о полному вашому образуванні, то є ДПА в формі ЗНО. Для поступлення предметы разные, як би, рознятся, в зависимости от факультету. І ось питання, є ли у вас можливість для занятия спортом? Ну, несмотря на те, що ми не профільний спортивний ВУЗ, ми сьогодні, в тому году, ми получили звання одного із самых спортивних ВУЗів Одеси, Одесской області. Тому що в тому році наш ВУЗ завоєвалося около 100 медалів высшої пробы в общу копілку нашого держава. У нас создана вся необхідна спортивна інфраструктура. Во-первых, це і около 15 стадионів, клубів. Ну, вот, наприклад, у нас єдинний в Україні, наверное, студенчий стадион з полноценной інфраструктурою для проведення чемпіонатов України, Міра, Європи на 5 тисяч мест. У нас є крыті стадиони, у нас є комплекси прямо на берегу моря. На базі университета сьогодні действують Городська Одеска федерация боксу, Федерация вольной борьбы, Федерация греко-римської борьбы, Национальна федерация грепплинга, Тейквондо, огромне кількість федераций по карате. У нас открыто только в этом году около трех клубів. Клуб по боксу, клуб по вольній борьбі, клуб по рукопашному борю. В 2019-м проведено 300 мероприятий, начиная с областного уровня, заканчивая чемпионатами Украины, Европы и мира. Вот по Годзюрю карате прошел чемпионат мира на базі нашего комплекса. Наши студенты, самое главное, что хочу подчеркнуть, сегодня имеют возможность в рамках всей этой спортивной инфраструктуры, в рамках всех этих федераций и клубов, которые существуют на базі нашего университета, самостоятельно приходить бесплатно заниматься, получать свой результат, если у тебя есть такая необходимость развиваться физически и приносить определенную копилку и в университет, и в Украину и так далее. То есть, если у вас есть желание получить классное образование, стать классным спортсменом, ну и для этого есть все. Если вы хотите просто заниматься фитнесом, у нас тоже около пяти тренажерных залов есть, где вы можете спокойно просто приходить и поддерживать свою форму. Так что у нас занятия спортом не просто есть, это развивается. Сегодня мы являемся одним из самых спортивных вузов нашей страны. Более того, президент университета Сергей Алексеевич Кивалов возглавляет Одесскую областную федерацию ученического и студенческого спорта. Соответственно, практически все мероприятия, которые происходят, в том числе чемпионат мира по пляжным видам спорта, будут проходить именно в Одессе, именно на базе национального университета Одесской юридической академии. Также вопрос. Мне нравится политология, но родители сомневаются, где я буду работать. И второй вопрос, как получить общежитие? Общежитие предоставляется стопроцентно всем абитуриентам, которые этого, необходимость у которых есть в этом. То, что сомневаются родители, вы должны сами для себя определиться. И я думаю, что у вас все получится. И с трудоустройством университет вам обязательно поможет. Вот, военная кафедра. Если есть у нас военная кафедра, у нас прямо напротив нашего университета существует военная академия, с которой мы заключаем договора. наши студенты проходят там соответственно военную кафедру, получают дипломы, никаких проблем нет. То есть вы будете офицером запаса, то есть у вас все будет в одном плане хорошо. Клубы и залы, которые существуют в Национальном университете Одессской лидической академии, и вся спортивная инфраструктура для студентов и преподавателей абсолютно бесплатна. То есть вы можете приходить, развиваться, и все у вас будет хорошо. Что касается, более того, еще, ну, уже будем заканчивать на такой хорошей ноте, на базе нашего университета действует еще и Центр культуры. Соответственно, вы можете развиваться не только как спортсмен, но и духовно, и культурно. У нас есть огромное количество фестивалей, у нас проходит огромное количество мероприятий, где вы можете быть реализованы. Это и песни в горсаду, в нашем прекрасном, таком, историческом центре города, где наши студенты выступают. Это и «Поет тебе Одесса моя», и «Песню моря» в Затоке. Вот, кстати, мы затронули Затоку. Хочется также сказать, что у нас есть не только общежитие, но и, наверное, одна из лучших в стране. Сегодня баз отдыха, академия, которая находится также на берегу моря в Затоке, и где студенты и преподаватели нашего университета, но сегодня мы говорим о студентах, имеют возможность отдыхать с 85% скидкой. То есть, фактически, вы будете платить около 1000 гривен за 7-дневный отдых с двухразовым питанием на первой линии у моря, ну, условия это пятизвездочного отеля. Поэтому, это, наверное, единственный вуз, который сегодня создает эти условия. Там же проходит такой прекрасный фестиваль, как «Песня у моря», где наши студенты могут развиваться. Ярким примером является Игорь Нищенко, который сегодня подписал уже второй контракт Венской оперы, хотя он был студент-юрист, да, казалось бы, поступил к нам, но человек вот настолько развился, сегодня он является мировой звездой. Тут еще питание прислушиваться лик студентам вузе. Да. Если можно, я бы ответила. Хочу с гордостью сказать про то, что слова и решения наших студентов занимают вагомое и важное место в жизни нашего университета, оскільки мы входим в список членства ученого 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 нашего университета, так же трудового коллектива. Мы беремо участь у прийнятых самых важных вопросов, которые касаются безусловно нашего навчания, проживания, життя, відпочинку, так, организации саме наукового, навчального, культурного, спортивного, так, и нашего такого розвитка загалом. Еще бы я хотела добавить деколька слів, якщо можно, про то, что у нас завжди в университеті проводится, звичайно ж, безліч олімпиад з різных спеціальностей, різных конкурсов, круглих столів, конференций, так, багато наших студентів завжди, завжди підкреслюю, беруть участь у всеукраїнських конкурсах та олімпиадах, так, де займають призові місця, звичайно ж, за кошти університету дорога, оплачує саме університет нашим учасникам цих конференцій та олімпиад. Окрім цього, хочу сказати, що наші студенти, і я так само в частності, отримуємо іменні стипендії. Це як і Верховної Ради України, так, це президенти України, це Кабінету Міністрів, це і губернатора, так, це і мера стипендія. Це, справді, досить велика така привилегія для нас, студентів, оскільки, окрім стипендії, на якій ми навчаємо, так, маємо можливість отримувати ще імену стипендію, і для нашої ж біографії в майбутньому, і для працевлаштування це іграє таку досить важливу роль. Так, ще хочу сказати про те, що в нашому університеті лекції та семінари, взагалі, навчання проходять не тільки на українській мові, але й на, ну, звичайно ж, на російській, також на дій такий вже більше 10 років проєкт, з іноземними лекціями, ми його так називаємо, так, що навчання проходить як на англійській, німецькій, французькій, іспанській мовах, так, в майбутньому плануємо ще певні якісь інші мови вивчати, тобто, що це значить, що наші лекції та семінари проходять на цих мовах, так, і потім ми здаємо і сесію, окрім цього, ми отримуємо після завершення курсу цього навчання, ми отримуємо сертифікат, хтось відзнаку, хтось просто сертифікат з закінченням курсу проходження, так, цих іноземних лекцій. Хочу добавити, що не просто лекції, понятно, що це наші преподавателі їх читають, але у нас работает огромна программа, согласно якій лучші професора Європи, лучші професора Америки і действуючі юристы, це і адвокат, ну, наприклад, такі, як адвокат бывшого президента США Барака Обамы, личний адвокат, це і различні професора, це і Йозеф Болок, це і з цюрикського университету, це і Рой Гонас, то є це огромне кількість таких мирових імін, які ежемесячно приїжджають в нашу университету, то є кожен місяць наші студенти получають можливість спілкуватися і на лекціях з висококласними спеціалістами мирового уровня. Сійностіями самового. Так, і, соответственно, як Ірина Прова сказала, получають сертифікат про прохождення того чи іного курса лекцій вже непосередньо і цих спеціалістів. Якщо можна, я взагалі хотіла добавити справді про студентське життя, бо це найважливіше, на мою думку. В нашому, ну, як на мою думку, так, то студентські роки це все-таки найяскравіший і найнезабутній час в житті кожної людини. І саме в стінах нашої академії, нашої альма-матер, так, ми, ви, абітурієнти, наші майбутні студенти, проведете час не тільки максимальною користю для себе, оскільки ви отримаєте і якісну освіту, але ви ще й будете мати можливість і розважатися, і, взагалі, весело провести час. В чому вам допоможе і студентська рада, яку очолює я, і первинна проспілкова організація, яка, до речі, зараз нас визнана найбільшою в Україні, так. Щодо цього, хотіла би також нагадати і про те, що в нас розвивається спорт для студентів в рамках нашого університету, так, це і культура, так, як вже сказав Валентин Андрійович, там, проведення різних конкурсів, це, якщо спортивних, то це і веселі старти, так, серед першокурсників, це і серед факультетів. Дуже часто у нас проходять змагання навіть між викладачами і студентами, це теж таке досить цікаво, так. Окрім цього, щодо культурних, це і дебют першокурсника, наприклад, також, ви будете, наші майбутні першокурсники, будете брати участь в такому досить крутому конкурсі. Окрім цього, проходить у нас міс-академії в день народження нашої академії, також проходить у нас такий конкурс на такому високому рівні міс-академії, так. І ще, крім цього, різні конкурси, які пов'язані там з проживанням в гуртожських... Не просто міс-академія. Міс-академія, ти вже тож говорив, якщо нас є чим хвалитися. Міс-національний университет Одеської юридичної академії, ну, 80% із них, вони стали міс-одессою. Многі, наприклад, як Вероника Шувалова, вошла в топ-10 міс-україна, а такі известні імена, як Александра Николаїнка, Олеся Стефанко, да, це і міс-вселення, і сьогодні це мирові імена в конкурсах красоти. Тому, знаєте, у нас кожен старт, який получаєт в нашому университеті, в Центрі культурі, в Академії, ну, я думаю, це ваше будуще. Якщо говорити о спартакіадах, да, у нас, помимо той інфраструктурі спортивні, першічно-профсуізна організація організовує ежегодну спартакіаду серед студентів і преподавателів на губах президента университета Сергея Сечкивалова по-различному виду спорту. Це футбол, волейбол, бадмінтон і многие-многі інורі. В частности, Одеська областна федерація бадмінтона також базерується в Национальному університеті Одеської юрид لوської академії. І сьогодні, в цьому году, Чемпіонат України щедзи студентов, гімназіад і універсіад кінаці to всеукраїнський також буде проходити в Национальному університі Одеської юрид�адемії. Г purp Что? В Київський філі вашого університету є все те жі факульт pregunt though і в Одесье? Да, там тоже богатый выбор факультета. Вы можете зайти на сайт. И специальности. Там есть еще дополнительные специальности. Это интеллектуальная собственность, системный анализ. На пятом курсе вы тоже можете со всем этим ознакомиться. Почему не отвечаете про колледж? Про колледж был вопрос по поводу бюджета. По бюджету и по проходному баллу. У нас еще, к сожалению, нет финансирования бюджетного. Мы не знаем, какое будет распределение. И проходной балл. Но я вам скажу, что для сравнения в прошлом году поступило в колледж 367 человек. То есть это достаточно большое количество. Наверное, в Украине мы первые были. Поэтому не поступили. Но совсем с низкими баллами. То есть те дети, которые были очень низкий уровень. Вы, главное, приезжайте. Я думаю, что у вас все получится. Поэтому, ну, я думаю, что сегодня хочу сообщить спасибо, во-первых, большое за те вопросы, которые вы задавали, за активное участие. Вот пришла статистика. За все время 3917 человек посетило наш прямой эфир. Ну, это очень приятно. И, значит, действительно, ну, мы не сомневались в том, что наш ВУЗ, он востребован, он интересен. Ну, и, видимо, тот проект, вот это начинание, которое мы сегодня сделали, он тоже востребован. И я думаю, что мы будем продолжать в таком же формате. Я уверен, что в ближайшее время, в следующий уже день открытых дверей онлайн, сегодня это такой тестовый режим, а уже более серьезный, то наш президент университета Сергей Всичкиалов лично будет общаться с каждым студентом. Я думаю, что неделя-две мы наладим этот процесс, и вы сможете задать ему уже вопросы в прямом эфире. Да, готовьте вопросы. Будет гугл-форма. И хочу поблагодарить своих коллег за сегодняшний прямой эфир, за всех, кто сегодня принимает участие в нашем прямом эфире, за те вопросы, которые вы задавали. И хочу сказать, что поступайте в Национальный университет Одесской юридической академии, потому что, поверьте мне, мы все выпускники нашего университета, все работаем в нашем родном университете и уверенно себя чувствуем. И, вы знаете, ни разу не пожалели о том, что мы поступили в стены этого замечательного, прекрасного вуза. Еще был актуальный вопрос, но не совсем корректный. Почему стоит выбирать у НИА, а не другой вуз, не буду называть какой-то. Но, вы знаете, вам просто стоит приехать и сравнить. После того, как я 10 лет назад чуть больше зашла сюда, я определилась. К сожалению, так сложилось, что Национальный университет Одесской юридической академии, или, к счастью, может быть, стал последним вузом, в которых я подавала документы. И я подавала в 5 вузов документы. И когда я зашла сюда, я поняла, что хорошо, что я не оставила оригиналы в другом вузе. Поэтому, я думаю, когда вы приедете, убедитесь в нашей инфраструктуре, в нашем профессорско-преподавательском составе. Когда вы увидите атмосферу студенчества, то выбор будет очевиден. Каринечка, два слова от студенчества. Ну, что я хочу сказать, рада вас еще раз вітать. И, конечно же, вы уже сделали правильный крок, что сейчас находитесь с нами в прямом эфире. Хочу вас закликать, ну, закликать для того, чтобы вы стали частью нашей дружной семьи, конечно же. Так что, будь ласка. И ответ на последний вопрос, Виталий Андреевич. ОЮА – это частный или государственный вуз? Это государственный вуз. Это государственный вуз. У нас есть вуз-партнер, Международный гуманитарный университет, в котором есть также большое количество специальностей. Это и туристическое отдело, и эстрадно-джазовый вокал. Самое главное, один из крупнейших в стране – медицинский институт. И если у вас есть желание, необходимость узнать побольше, заходите на официальный сайт Международного гуманитарного университета. Спокойно можете ознакомиться с теми специальностями, которые он предоставляет. Это наш вуз-партнер, но Национальный университет Одессской юридической академии – это государственный университет. И я думаю, что это лучший государственный университет, который сегодня существует в нашей стране и в Европе. Поэтому мы ждем вас с распростертыми объятиями, вы ни разу не пожалеете. Удачи вам, спасибо большое. И 36,6 вам всем спасибо.